здравствуйте мои дорогие зрители сегодня у меня на столе большая ваза с фруктами и это значит что в этом видео речь снова пойдет о фрукт и причиной для записи этого видео послужило сообщение в контакте которая мне прислала одна из моих подписчиц она не дала ссылку на статью и попросила ее прокомментировать выразить свое мнение статья называется как мы незаметно отъедаемся на фруктах и как можно понять из названия речь идет о том что поедать фрукты это не так то не так уж и безопасно и можно запросто набрать лишний вес у меня есть огромное желание прокомментировать эту статью я благодарю автора этого сообщения за то что мне подкинули такую интересную статейку для рассмотра сейчас я перейду за компьютер и покажу вам более подробно эту статью но сначала напомню что вот уже три с половиной года основную часть моего рациона составляют фрукты поэтому не зря они сегодня у меня на столе в качестве главного героя так вот все эти три с половиной года мой вес остается стабильным 55-57 килограмм и я не вижу никакой тенденции к его увеличению поэтому у меня есть полное право разгромить сегодня эту статью и доказать вам что если подходить к поведению фруктов грамотно то ни о каком наборе веса не может быть и речи так давайте разберем эту статью вот эта статья как мы незаметно отъедаемся на ягодах и давайте представлю вам автор этой статьи кандидат медицинских наук ученый павлова эндокринолог университетской клиники мгу научный руководитель клиники системной медицины автор телеграм-канала записки доктора павловой начинаю читать самого начала эту статью мы видим вот такой текст глобализация и вместе с ней доступность любых овощей и ягод фруктов круглый год сыграла с нами злую шутку мы едим что хотим и когда хотим далее доктор павлова пишет есть фрукты ягоды сколько влезет вредно даже сезонные проблема в том что большинство людей не воспринимают яблоки арбузы и прочие ягоды фрукты как пищу для них это почти что вода только с витаминчиками а между тем на такой вот воде можно набрать прилично калорий какой делаем вывод мы из этого из начала этой статьи что фрукты это еда и доктор павлова это утверждает и правильно говорит о том что многие относятся к фруктам не как к еде а как к чему-то несерьезному несущественному типа водички и еще одна ключевая фраза вредно есть фрукты сколько влезет ребята смотрите фрукты это еда любую еду мы не можем есть столько сколько влезет к любой еде нужно относиться с чувством меры с разумом подходить к тому в каких количествах мы поглощаем эту еду поэтому поскольку фрукты являются едой мы должны относиться к ним точно так же как и к другой еде точно так же как вы едите мясо молочные продукты супы и каши макароны и так далее вы не можете их есть столько сколько вас влезет вы наверняка соблюдаете какую-то традиционную порцию 200 300 400 грамм у кого какой размер желудка но вы не рассматриваете эту еду как то что вы можете поглощать бесконечно точно такое же отношение у меня и к фруктам я и я ем их как еду и у меня существуют определенные порции сколько я могу и хочу и и съесть винограда сколько я могу и хочу съесть бананов и так далее и так далее и это первый важный момент на который я хочу обратить ваше внимание чтобы вы относились к фруктам как к еде которую нужно есть в пределах разумного читаем статью доктора павловой дальше кроме того во фруктах простите за тавтологию полно фруктозы переизбыток фруктозы особенно натощак приведет к жировому перерождению печени кроме того фруктоза способствуя развитию ожирения вызывает не восприимчивость гормона жировой ткани лептину и гормона поджелудочные железы железы инсулину это свою очередь ведет к постоянному повышению аппетита и это замкнутый круг комментирую вот уже три с половиной года я ем фрукты натощак каждое утро и я питаюсь фруктами практически целый день до обеда обед у меня поздний примерно часа в 3-4 дня и все что я съедаю до этого времени это все исключительно фрукты за три с половиной года я не заработала себе ни проблем с печенью не проблем с диабетом никаких либо других проблем и этому доказательство мое недавнее исследование развернутый анализ крови узи всех внутренних органов анализы все в полной норме все показатели абсолютно нормальные нет никаких отклонений по функциям внутренних органов органов брюшной полости органов пищеварения и более того я с каждым годом даже и месяцем чувствую что у меня прибавляется здоровье энергия улучшается мой внешний вид и по всем показателям качество моей жизни становится все более высоким мой собственный опыт прежде всего доказывает мне что утверждение доктора павловой не имеет под собой оснований и наконец последняя фраза этой статьи геште ягоды очень умеренно по 100 200 грамм после еды в качестве десерта и вот этой фразой доктор павлова перечеркивает весь предыдущий смысл этой статьи то есть смотрите сначала она утверждает что фрукты это еда и нужно относиться к ней как к еде то есть есть отдельные приемы пищи соответственно если фрукты это еда то и есть их нужно тоже как отдельный прием пищи но в конце статьи доктор павлова пишет ешьте фрукты после еды в качестве десерта то есть сначала он утверждает что фрукты это еда но в конце статьи все таки оказывается что это не еда это некий десерт это некое дополнение к пище которое нужно есть именно после еды и вот тут-то как раз и кроется самая главная ловушка и ошибка и именно так коварная причина из-за которой может быть набор веса есть фрукты после еды это обеспечивать своем кишечнике процесс брожения потому что скорость усвоения фруктов очень высокая скорость усвоения каких-то вареных продуктов типа супы макароны каши низкая если мы в первую очередь съедаем какую-то еду типа картошка с мясом гречка с котлетой то этот пищевой комок будет идти по желудочно-кишечному тракту долго долго будет лежать в желудке обрабатываться желудочным соком долго будет идти по кишечнику обрабатываться желчью и другими ферментами для того чтобы расщепиться и если вслед за этим пищевым комком состоящим из картошки с мясом или гречки с котлетой мы запускаем какую-то порцию фрукта но предположим пару яблок или кисть винограда то будучи очень шустрым продуктом виноград или яблоко полетят по желудочно-кишечному тракту и обязательно догонит эту картошку с мясом или гречку с котлетой когда они догонят им деваться будет некуда поэтому фрукты как продукт содержащий фруктозу и кислоту начнет в теплом месте бродить и этим процессом брожения будет охвачен весь пищевой комок который будет идти по кишечнику и бродить на всем протяжении своего пути который сопровождается брожением эта пищевая масса будет оставлять следы брожения это слизь это та самая слизь с которой мы боимся во время курсов очищения это слизь патогенного характера и быть ее не должно кишечнике это не та слизь которая покрывает слизистые оболочки это слизь другого порядка там где идет процесс брожения обязательно к нему присоединяется и процесс гниения но это уже отдельная тема процесс гниения больше касается животного белка и тем не менее когда фрукты запускаются в желудочно-кисочный тракт в перемешку с остальной печей ничего хорошего от этого ждать не приходится поскольку процесс слизи образования это есть процесс образования шлаков то именно он и приводит к набору веса к излишней массе тела поэтому фрукт съеденный натощак до того как в желудок попала какая-то плотная пища как раз таки и не приводит процесс у брожения соответственно он не может вызывать слизи образование он не будет способствовать образованию шлаков и у вас не будет образовываться лишний жир в вашем теле и вы не будете набирать вес и и еще один момент который очень важен для тех кто только начинает как-то разбираться со своим питанием приводить его в какой-то порядок встроенный чтобы повлиять на свой внешний вид на свой вес на свое здоровье есть еще нужно иметь ввиду состояние вашей микрофлоры лично я за три с половиной года очень тщательно следила за очищением своего кишечника с помощью очистительной практики я нормализовывала свое питание на сегодняшний день я уже полностью перешла на естественное питание и об этом будет один из ближайших роликов я шла к этому долго это было моей мечтой и это наконец-таки осуществилось я перешла на естественное питание но перешла я на него только тогда когда моя микрофлора для этого созрела нормализовать свою микрофлору нужно можно исключительно с помощью очистительных практик и нормализации своего питания то есть увеличение доли сырой растительной клетчатки это как раз то чем я занималась все эти три с половиной года и вот на сегодняшний день я могу сказать что моя микрофлора полном порядке она позволяет мне усваивать фрукты без всяких осложнений хорошо фрукты усваиваться будут только в том кишечнике в том организме который относительно чист в котором превалирует здоровая микрофлора которым сведена к минимуму патогенная микрофлора и только в таком случае фрукты будут усваиваться именно так как они должны усваиваться то есть без побочных эффектов без слизи образования без жира образования без повышения сахара в крови и так далее если же кишечник загрязнен если человек много лет ел неразборчиво все подряд больших количествах поздно вечером и таким образом создал себе крайне неблагоприятную обстановку в своем кишечнике в плане микрофлоры то в таком организме фрукты не будут усваиваться адекватно особенно если человек будет принимать их после еды как десерт они точно не принесут никакой пользы а будет от них скорее вред именно поэтому такие люди которые не умеют еще пока правильно употреблять фрукты именно такие люди наблюдают у себя повышение массы тела в то время как они начинают увеличивать количество фруктов возможно это показывается несколько сложным как это научиться правильно кушать фрукты но на самом деле сложного ничего нет и именно для того чтобы научить людей навыкам правильного питания естественного питания оздоравливающего питания я создаю свои курсы свои обучающие курсы один из таких курсов оздоравливающие питание также я создала курс по очищению организма и ссылки на странице с презентациями этих курсов вы можете найти в описании к этому видео я еще раз благодарю автора этого сообщения со статьей о якобы вреде фруктов и прошу вас отнестись на самом деле очень серьезно к теме поедания фруктов к этому надо прийти надо прийти к тому чтобы фрукты стали но если не основной пищей то хотя бы они занимали больший процент поглощаемой вами пищи за день так как это происходит сейчас у меня к этому надо прийти но прийти к этому сразу невозможно то есть невозможно перестроиться от традиционного питания сразу на фруктоведение как бы вы этого не хотели все равно придется соблюдать некоторые принципы некоторые законы но и быть соблюдать принцип постепенности именно об этом я рассказываю своих обучающих курсах если вы хотите знать больше законах естественного питания о законах оздоровления при помощи питания пожалуйста подписывайтесь на канал и переходите вниз под видео в описании по ссылочкам на мои обучающие курсы надолго не прощаюсь ваша баячья а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok